На одном из судебных заседаний спросил судья потерпевшего, согласно вашей жалобе, вас оскорбили, что вы чистый дурак. Правда ли это? Чистая правда, товарищ судья, ответил потерпевший. На что судья? Если это правда, я не понимаю, на что вы жалуетесь. Шалом, дорогие друзья! Я вновь рад приветствовать вас всех в нашей рубрике «Перспектива Тора. Перспектива иудаизма», где мы рассматриваем различные аспекты нашей жизни с точки зрения Торы, с точки зрения иудаизма. Сегодня про главу Шофтим. Глава Шофтим называется по-русски как «Судья». Написано в Торе «Судей и надсмотречков поставь себе во всех своих вратах». Дорогие друзья, одно из любимых занятий человека – это судить и осуждать других людей. Каждый из нас думает, что он великий судья, верховный судья, и только он знает, как правильно надо себя вести. Мы смотрим на людей в нашем окружении, чем они занимаются, как они говорят, что они делают и осуждаем все эти деяния. Иногда мы осуждаем эти деяния у себя в сердце, про себя. Есть люди, которые осуждают и выговаривают все в лицо, что они думают про того человека, что он сделал, как он себя ведет, что он говорит и что он ест. Правильно ли это? И как смотрит юдаизм на эту тему – осуждать других людей? Друзья, наши мудрецы говорят, читай внимательно первое предложение, что написано в главе «Судья». «Судей и надсмотрочков поставь себе». Каждый из нас должен сначала осуждать себя, смотреть за собой, что я делаю, как я делаю, правильно ли это, правильно ли я поступаю – это то, чему учили меня родители, это то, чем бы гордилась моя бабушка. Теперь, дорогие друзья, себя надо осуждать, а не других людей. Ведь никакой папа не хочет, чтобы про его ребенка говорили плохо. Тем более перед праздниками Рошашана и Йом-Кипур, когда вся наша жизнь, наша судьба, наше будущее стоит на весах. Дорогие друзья, поэтому в это время не время осуждать людей, в это время надо говорить хорошо про евреев. Дорогие друзья, ни в коем случае не быть прокурором, надо быть хорошим адвокатом, искать добрые качества евреев и ни в коем случае не заострять внимание на каких-то ошибках, то, что человек сделал. Ведь мы все люди, но мы не только люди, мы дети Всевышнего. И так же, как ни один отец не хотел бы, чтобы про его детей говорили плохо, так и Всевышний не любит, когда про его детей говорят плохо, когда его детей осуждают, судят о них и, может быть, не так всегда, как надо. Ведь уже сказали наши мудрецы в Пирке, а вот в притче отцов 2 главе, они сказали, не осуждай своего товарища, не осуждай своего друга, пока не будешь на его месте, пока не окажешься в его ситуации. Посмотри, как бы ты поступил в это время. И только потом можно осуждать другого человека. Дорогие друзья, короткая история из Танаха, как одна женщина позволила себе осуждать своего супруга и чем это обернулось для нее. Друзья, в 6 главе 2 книга Шмуэля написано, как царь Давид переносил ковчик Завета Всевышнего, переносил его в город Давида, в Древний Иерусалим. И тогда царь Давид плясал перед ковчиком, столько радости он испытывал, веселился. Когда царица Михаль, жена Давида, увидела его через окно, как он себя ведет, она презрела его в сердце. И когда они встретились, она стала его осуждать. Она говорит, ты там танцевал, как пустой человек, не подобает царю себя вести так? Царь Давид ответил ей то, что он ответил, но сразу после этих событий написано следующее предложение. «И не было детей у Михаль, дочери Шауля, до дня смерти ее». Дорогие друзья, царица Михаль осуждает своего супруга, царя Давида. И она ему высказала, что она о нем думает. Не побывав на его месте, не побывав в его ситуации, она стала его осуждать. Второе, что написано после этих событий, что Всевышний лишил ее всей радости. Она осуждала, как ее муж радуется перед Богом, и она не получила ту женскую радость, которая есть у женщины. Воспитывать, рожать детей, воспитывать детей. Она лишилась этой радости. Дорогие друзья, если мы не хотим, чтобы нас судили с неба, давайте не будем судить своих окружающих. И как я уже говорил, не стоит быть прокурором в этой жизни. Бог этого не хочет. Надо быть хорошим адвокатом, заступаться за евреев, защищать их, никогда не осуждать. Наоборот, высказывать, какие они хорошие. И тогда Всевышний с небес будет тоже нас судить положительно, позитивно. Искать хорошие качества в наших всех поступках и деяниях. Я вам всем желаю. Шаббат шалом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»